Дорогие коллеги, я, к сожалению, на этом семинаре, который имел место быть в Москве, присутствовать не мог по педагогическим всяким административным обязанностям. Но я очень рад, что этот семинар прошел успешно. Я вижу, как много людей пришло на эту презентацию, что очень радует. В общем, такая, на мой взгляд, очень хорошая обстановка. Она не столько боевая, насколько такая вот пещерная. Там пещера, а мы где-то на выходе потихоньку находимся и смотрим куда-то туда. Но я немножко скажу о том разделе, который связан с рецепциями платонизма в последующих эпохах. Очень коротко буквально. Там самые разные стативы, самые разнородные имели место рецепции. Вот литературно-художественно, это касается моего материала по Аполлее, пещере, пьяной старухе и осле. Вот сравнение с пещерой Платона. Это касается тематики Витвинштейна, Гейгеля, Фукоя, индийской философии. В самых разных аспектах Платон обсуждался, вспомнил одну известную шутку одного известного философа 20-х годов о том, что вся европейская философия – суть не что иное, как комментарий к платоновскому Парменину. Вот. И я думаю, что такой раздел будет обязательно. Он будет обязательно должен иметь место по той простой причине, что классический текст, текст Платона, мне кажется, становится сейчас одним из способов самособирания потерявшего себя европейского субъекта. Вот, начиная, наверное, с Мартина Хайдеггера, этот процесс пошел, и сейчас он приметает какую-то драматургическую структуру, драматургическую роль. Можно самособирать аналитически, можно самособирать себя хейдеггериански, можно драматически. Вот. Но так или иначе, самособирание есть вещь какая-то совершенно необходимая. Ну, и я буду даже претендовать на то, чтобы отпечататься в будущем с картинками. Ну, не в смысле, что я сам буду рисовать картинки. Ну, вот, например, на удивление, интересно пошла тема визуального платонизма, сократизма и платонизма в античной культуре. Когда я вроде бы делал не очень большой доклад в Петербургском университете, собралось человек 60, визуальный сократ, сократ как в образе, элементарные вещи вроде бы говорились. Но я думаю, что эта тема также должна иметь определенного рода проявления, потому как именно вот на этот, на образный платонизм, на удивление, много приходит молодых людей. Это то, что им действительно интересно. Это тот аспект подачи материала, который поможет привлечь в наши ряды тех людей, которые вроде бы как будто бы такой тяжелый текстологический метафизик и не испытывают особого интереса. Вот, ну и я могу сказать еще одну вещь, что я нахожусь под впечатлением событий, которые случилось вчера в Петербургском университете. Группа студентов создала в Институте философии СПГУ, но там есть ребята из разных возок также играют, театр. И в этом театре вчера была постановка ни много ни мало, как миф о пещере Платона. Некоторые из них ходили ко мне на семинар по государству, видимо, чтобы слушать про миф пещеры, правда, дали свою интерпретацию, слава Богу. Там был вполне пристойный либрет, такими самими сочиненная подборка музыки. А аудитория была небольшой, на 25 человек. Человек 40 сидело, опять же, в духоте, 40 минут слушали. Но мне это очень понравилось. Я очень рассчитываю, что этот любительский, конечно же, спектакль, который снимался на камеру, будет выложен в сети. Правда, поэтому понятно, что нужно иметь в виду одно дело личное впечатление, личное восприятие вот здесь сейчас, а другое дело несколько отстраненное через камеру. Я вот эту специальную программку миф о пещере Ирине Далю для музея, да, Платоновского центра. Потому что у нас еще там только теперь торты, в виде пещеры пекут в Петербурге, картины рисуют. Так, как это, клуб «Умелые руки» Платоника, да, складывается. Вот, ну, и еще, ну, я думаю, что именно в связи с тем количеством материалов, которые присылаются и в адрес редакции, в адрес, так сказать, в петербургской части редакции. Ну, сейчас материалов есть, и Киркога печатается, и Платоновский, и еще будет тоже свой отдельный сборничек издавать будем. Это означает, что интерес есть, и интерес, показывающий не просто заинтересованность, но уровень тех людей, которые заинтересованы в этой теме, да. То есть, действительно, очень интересно, мне кажется, будут складываться следующие сборники, я в этом уверен. Ну, и что, в заключение, наверное, нужно прорекламировать мероприятие, которое произойдет 19 декабря в Петербурге, вот в рамках деятельности Платоновского общества, будет как раз, ну, вот наш коллега ушел, Russian Plato, да, русский Платон. Платонизм в России, и будут показаны разного рода рецепции в литературе, обсуждаться вечная и неизбирная тема Алексея Федоровича Лосева Платона будет. Ну, а также мы с Ириной Александровной попробуем посмотреть, как переводили, интерпретировали Платона наши классики, причем так получилось, чтобы вы выбрали один и тот же диалог ТИЭТЭТ, но только Ирина Александровна возьмет Соловьева, а я Карповскую интерпретацию ТИЭТЭТ посмотрю, точнее, одного места оттуда. Надеюсь, что это будет интересно, будет вместе с семинаром «Русская мысль», приходить, прислать в РФГАР. Ну, то есть, событий все больше и больше, интерес даже у той части молодежи, на которую вроде не обращаешь внимания, то есть, ну, не ожидаешь от них такого рода интереса. Так что, будем биться дальше. Спасибо. Самое главное, пожалуйста, коллеги, ну, сборник все авторы получают, естественно, по экземпляру бесплатному, но самое главное, этот сборник издан не на сконсовские деньги. Этот сборник издан на деньги Платоновского общества, на взносы и учредительные взносы, которые были внесены туда. Так что мы еще как-то, может быть, еще и на самообеспечение видим. Ну, короче, всех приглашаем туда, как можно быстрее вступать. Спасибо. Спасибо.